Цветы, подарки, поздравления. Перинатальный центр «Мама» отмечает свое пятилетие. Дебютная выписка состоялась накануне женского праздника, 7 марта 2018 года. С тех пор на свет появилось 13 тысяч малышей. Одной из первых роженец центра была Анна Казачок. Рожала девушка второго ребенка. К слову, третья беременность протекала также под присмотром врачей мамы. На будучи беременной второй раз я не знала, куда попаду, в какое родильное отделение получается. И тут меня направили в перинатальный центр. Это было как бы для меня было новое. Я сюда попала и была в восторге, так как это был перинатальный центр новый. Все после ремонта. Отделения хорошие, врачи и акушеры все были хорошие. Все было на высшем уровне. Специалисты работают по принципу «каждая жизнь бесценна, каждая женщина может зачать и родить крепкого малыша». Для этого созданы все условия. Еще на ранних сроках беременности врачи могут провести генетическую консультацию, выявить наличие наследственных заболеваний и пороков развития плода. Женщины, контингент, находящиеся здесь на дородом госпитализации, лечат основные акушерские патологии, такие как угрозу преждевременных родов, отечный, гипертензивный синдром и прочее. Учитывая то, что перинатальный центр «Мама» входит в состав детской областной больницы, основная наша специализация, точнее сказать специфика, это сохраняющая беременность терапия, начиная с самых малых акушерских сроков 22 недель. Если новорожденный появился на свет с экстремально низкой массой тела, его выходят с помощью современных технологий. В центре наблюдают крох, вес которых от 500 граммов. За счет возможности центра удалось снизить уровень младенческой смертности. Если в 2013 году этот показатель составлял почти 9%, то сейчас 3,9. Это и заслуга специалистов. Они регулярно проходят курсы повышения квалификации, обмениваются опытом с помощью телемедицины. Телемедицинские консультации проводятся, в том числе и с центром Хулакова. И как по поведению беременных женщин, так и по лечению деток, которые родились недоношенными. Специалисты наши выезжают в федеральные центры на обучение. Сегодня врачи, акушеры и гинекологи принимают поздравления. Лучшие в своем деле получили благодарственные письма и памятные награды. Многие специалисты встретили праздник на своем рабочем месте. Кто-то принимал роды, кто-то консультировал. Ведь для них главная отрада – счастливая мама и здоровый малыш. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.